Сегодня традиционная встреча, которая будет посвящена кредиту, его теории, появлению, основам кредитования и также последствиям. Отлично. Вот и послушаем ту чушь, которую нам впаривают и которой у нас, к сожалению, все сейчас и руководствуются. Которые можно охарактеризовать только лишь как застой. А вот и наш Жерар Депардье. Привет, судимый. Который пришел, можно сказать, вот с такого рода прокоммунистическими фантазиями. Вот когда вы общину создадите, да, сами, тогда вы можете вместе построить дом бесплатно, без этих самых, без кредитов. Вы можете завод открыть, причем ваши же родственники пойдут туда работать, помогать там вместе там. И потом деньги, которые вы будете получать, вы также можете на общину распределять. Причем вам это выгодно будет. Почему? Потому что чем богаче община, тем вы опять же, как если вы самый удачный завод открыли, потом вам община скажет, слушай, у тебя хорошо получается, а у нас там мы все в домах живем, у всех там машины, скотина, дети, там все, школу-то нам построили. А деньги-то мы зарабатываем, давай мы тебе поможем второй завод открыть. Они тебе сами это скажут, только надо это продвигать. То есть, это вы должны, чтобы деньги из общин шли, вы должны их просто сами создавать, эти общины. Я вот это хочу сказать. То есть, если вы производственник, и чтобы не брать кредиты, вам нужно работать на общину. И причем это тоже так было в нашей истории. Вот удивляются, а что это там Саму Морозу большевикам помогало, там, сюда-сюда, там. Да потому что и помогало, что хотели, чтобы все жили богато. Ведь лозунги революции были не то, чтобы не было, там, мы против богащей, а были против, чтобы бедных не было, если кто-то не знает, на самом деле. Так вот, из прошлой лекции я просто хотел перекинуть, какой мостик. Мы с вами уже установили, что Карл Маркс нам все-таки врал. Конечно же, а как же сейчас иначе? Вот эта высшая стадия закопорения людей, капитализм, который называется, они поняли, что их враг, хотел это, кстати, написать в явном виде, что для буржуев или капиталистов, буржуи, а здесь вот община. Вот она бывает вольная и подневольная. Но враг для буржуев, это в любом случае община. Просто, когда у нас был строй с вольной общиной, то буржуев не было вообще. Ну, потому что, ну, они не нужны, вольная община. А вот подневольная, она допускает буржуев. Они вот ее и не волят. Но враг всегда община, потому что подневольная, она тоже забунтовывается из-за этого. Что ж, можно и так порассуждать. Хотя в этом случае получается, что буржуями являются те, кто взял на себя в инициативном порядке те или иные руководящие функции. Соответственно, в тех или иных проектах. Вот они и не волят людей своими требованиями. Если вы это понимаете, вот это вот, не марксистские догмы, которые призваны были вам задуманить в мозг, а вот это. То вы понимаете, почему нас сейчас разъединяют. То есть буржуи поняли, что если враг община, то надо людей как можно сильнее раздербанить. Вот именно из-за таких взглядов и смотрят на нас на Западе, как на дремучих людей. Кстати, поговорим еще про плановое хозяйство. Как планировать? Я уже тоже об этом подумал, надо будет рассказать. Ты прям такие пластыд захватываешь, у меня ждут захватывания. Да, уровень марксовский. Но что-то с логикой нелады. Не говори, сам удивляюсь. Меня, кстати, спрашивают, откуда вы это все берете? Кто за вами стоит? Я отвечаю так на этот вопрос. Я говорю, слушайте, я вам вот что рассказываю. Что мы русские, от нас все пошло, все произошло. Мы на самом деле самые умные. Поэтому за мной, видимо, стоят какие-то русские. Какая-то русская община стоит. Вот оно, оказывается, что. Да, так вот. Ну, на самом деле, нет. Никто мне не подсказывает, не рассказывает. Когда думаешь на эту тему, оно и приходит. Когда не думаешь, понятно, что ничего не придумаешь. Слава Богу, легче стало. Это, оказывается, от себя тина. А вот я говорил просто сразу, что деньги – это инструмент закабаления, на самом деле. Что ж, есть и такие, которые все это всерьез воспринимают. Давайте сравним, да, как кулак давал долг и как современный банкир дает. Да, вот это интересная идея. А чем отличается, если тебе вот раньше давал, ну, как нам говорят, кулаки давали своим там этим. Братьям-крестьянам, из той же общины практически, якобы давали в рост. Там он просил мешок зерна, он говорит, вернешь два. И они все вот соседям запросто там, знаете, друг к другу заходили за солью, за спичками там. И ни у кого не было там, что дай там спичек, а ты мне дай вот там сколько-то. Спички копейку стоили, коробок целый. Да на, бей, да возьми этот там. Заходили, а завтра ты к нему зайдешь, он тебе муки там насыпал стакан, если там что-то. Такого вообще не было, чтобы в рост давали, это что-то при думке. Другое дело, что если у тебя, допустим, прохудился амбар там, да, тогда соседу надо тебе не просто дать мешок, допустим, зерна, а чтобы тебе на посев хватило много. И понятно, что и у тебя у самого уже совесть работает, надо вернуть вообще-то. Ну как, я у него взял довольно много зерна, типа надо возвращать. В том числе и с учетом его больших издержек. Но это же не самое главное в плане кредитования. Дело в том, что тот же кулак никогда не дал бы своему соседу большого количества зерна, например, на реализацию его неких там замыслов, неких там ноу-хау. То есть такого рода взаимоотношения, такого рода кредиты изначально обрекают людей на застой. Вот давайте сравним, сейчас я вам напишу. Вот сравнение такое проведем. Вот общинный. Ну, кредит напишем, ладно, слово. Хотя это не совсем так, но на всякий случай, кредит общинный и буржуйский. С учетом того, что... Мы откатились туда, до революции. Вот что такое общинный кредит. Давайте там, допустим, взял один мешок зерна. Ну и сосед даже, может, тебе не говорил, ты сам говоришь, я тебе мешок, я тебе верну мешок и еще мешок отдам, чтобы ты там не разговариваешь. Ну, мешок получил 13 мешков. Что ж, и такое могло бы быть. На буржуйском языке это обозначает 100%. А может и больше, но суть же не в этом. А вот что такое, Сергей правильно в эту сторону начал говорить, я об этом хотел сказать. Сколько вы из зерна получите, с одного зернышка, сколько вы зернышек получите? Вот. Россия 20. Ну, 50 давайте напишем. А вот то, что нам называют Европа, это искусственное образование, слушаем. Там 40-60. То есть, крестьяне мог прокормить еще 3-4 человек. А в Европе он был там 6-8. Поэтому буржуи в Европе жили богаче, чем наши буржуи. А наши тянулись за теми буржуями. Но им приходилось больше набить своих крестьян. И это с учетом, как уже говорилось, что такого рода кредитование не стимулирует научно-технический прогресс. Потому что там просто все лучше. И климат лучше, и урожайность выше. К чему это сейчас я говорю? К тому, что, представляете, вы зерно посадили, а собрали там 50. То есть, если в 5 раз, то это уже 500% ты вернул себе. А 50% это 5000%. То есть, не в самих 100% все проблемы. Вы пошли в банк и взяли 100 рублей у буржуи. А он говорит, ну, хотя бы там, что, даже 2%. Я уж не говорю, 10, там, 20, сейчас кредиты у нас. Даже ипотечность самая дешевая. 14%. Ну да, допустим, 20. И говорит, давай мне 20% отдашь. Всего лишь. Не 100%, как вот нам дали, ну, в булаки брали, а 20. Но ты же отдаешь в деньгах. А вот попробуйте рубль, сейчас вот киньте в землю. А через 3 месяца откопайте и посмотрите. Стало там 50, 20, 50 рублей? Нет, не стало. Во, логика. Потрясающе. Худо-бедно для крестьян это может сработать. Он действительно может купить мешок, потом продать его городским. И пока были крестьяне, там, в общем-то, отличия практически не было. А вот горожанин, у него такой возможности нет. Он не приумножит. А кто это сказал? Вы просто будете получать тупо зарплату и из нее отдавать. И каждый раз вы будете, там, пятую часть зарплаты, там, допустим, да, в среднем отдавать просто вот буржуя. Да, это вполне определенные черта застойного общества. Это средства порабочения. А вторая составляющая кредита – это жизнь непосредственная. Я тут написал, жизнь непосредственная. То есть, когда вы берете кредит, вы знаете, что, ребята, вы хотите того, чего вам вообще-то не положено. Если вы не из буржуйской среды, вы всегда будете, оказывается, среди тех, кому нужен кредит. Причем, неважно даже, в каком вы находитесь слое. То есть, в принципе, у всех траты примерно одинаковые. Всем все равно будут деньги нужны, чтобы в итоге... Все равно не хватает по их потребности. И не будет никогда хватать, потому что мы вот в этом укладе живем. Здесь так все специально рассчитано, чтобы все жили, брали взаймы. То есть, потому что мы в подневольной общине, да, жизнь непосредственная. А второе, да, это потому что вам забивают голову пропагандой. Вот именно. То есть, еще раз вам повторю, кредит – это две вещи. Это средство порабощения и жизнь непосредством, чтобы у вас это в голове осталось. То есть, каждый раз, когда вы берете кредит, вы хотите жить непосредством. В принципе, это также характеристика застойной эпохи. Подожди, еще хотел тебя спросить. Ведь кредит – это еще и средство эмиссии. Денеж. Ничего себе вопрос. Просто удивительный. Сейчас, если мы в эмиссию войдем, то мы как бы далеко это людям не нужно. Нужно, чтобы люди вот это понимали. Что вас с деньгами порабощают. И когда вы берете кредит, вы всегда живете непосредством. Даже ипотеку. А вот как ипотеку связать? А как без ипотеки? Ну, жить-то негде. Да, хотя бы и поэтому без кредитов нормальной жизни быть не может. В заключении, скажем, а что делать с этим? Как быть без кредита? Нужно создавать общины и возвращаться к вот этому укладу, еще раз говорю. Это не значит, еще раз говорю, относить бороду, лапти, там, зипуны носить, там, на лошадях, на санях ездить. Нет. Общинный уклад – это просто уклад, как строй. Наоборот, это развитие вперед. Ну, в том-то и дело, что движение вперед в застойном варианте ведет нас в тупик. Опыт есть вот какой. Давайте напишу. Итак. Вы знаете, как делали, откуда взялись в основном наши русские фабрики и заводы в начале прошлого века? В конце позапрошлого. От староверов. Так вот, у них были общины. Вот эта община, и когда деньги уже придумали, а общинники же не давали никому в долг, у них копились эти деньги, их некуда девать. Потому что они и так с зерна получали 20-50 зерен, с молока кучу этого самого. И это все лежало без дела. Общинники давали деньги, этот старовер приезжал и сразу мог начать строить завод. Еще со своими же приезжал, и они прям сразу сами его и строили, собственно. Не так уж это и сложно, как кажется. Кстати, примерно таким же образом и было построено в рекордные сроки Транссибирская магистраль. За счет доведения такой же идеи можно сказать до абсурда, если руководствоваться современными представлениями. Просто царь не стал дожидаться накопления там каких-то денежных средств, а выпустил так называемый суверенный кредит без какого-либо формального обеспечения. То есть, если возвращаться с учетом этого к идее общины, то она вполне может использовать, например, те же шеймуратики, как и царь использовал бумажные царские червонцы. А это, по сути, значит, что не надо людям забивать идеями о создании каких-то там общин. А надо просто выпустить те же шеймуратики или нечто подобное бумажным царским червонцам. Так что, ребята, вот выход вот такой, я вижу. Сейчас, наверное, больше перечислять не буду. Вы можете общины создавать не только из родственников, а из своих же, таких же этих самых. Такие же создавать. Вот те рецепты, которые я писал для физических лиц, можете для юридических писать. Можете делать общество заемного кредита. Такое же. Только у вас там будет сбрасываться не по пять тысяч, а давай мы каждый месяц там по пять миллионов сбросимся. А лучше сразу по пять миллиардов. В принципе, хватит на наградите. Нет, не хватит. Вот хороший был пример про зерна. Так вот, изобретения и им подобные ноу-хау – это полная аналогия с этими зернами. Своего рода зерна для города. Другое дело, что 90% этих изобретений и ноу-хау – это пустая порода. Так вот, на Западе, руководствуясь своей сверхжадностью, банкиры сумели договориться с властями о следующей практике кредитования. А именно, им разрешено создавать воздушные кредиты и кредитовать ими те самые замыслы, в том числе и ноу-хау, которые не гарантируют получение какого-либо эффекта. Но при этом эти кредиты надо возвращать вполне реальными живыми деньгами, идущими, так сказать, в карман самих банкиров. Используя при этом, конечно же, по мере возможности деньги вкладчиков. Что, естественно, исключает использование в банках общих котлов вкладчиков, таких, каким, по сути, был Сбербанк СССР. И, честно сказать, даже странным является то, что жадность уже тех же вкладчиков до сих пор не привела ещё к созданию этих самых общих котлов вкладчиков и к соответствующим договорённости с властями. И не исключено, что как раз такого рода договорённости и могли бы оказаться залогом повторения в России того же чуда индустриализации, но уже на основе внедрения научно-технических достижений.